Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. На строительство жилья с господдержкой банки дополнительно направят 500 миллионов кредитных ресурсов. Кстати, уже шесть банков готовы в следующем году предоставить средства на адресное субсидирование. В Беларуси до конца года дважды проиндексируют тарифы на жилищные коммунальные услуги. Планируется, что в 2018-м население будет полностью возмещать их себестоимость. Стартап движения проблемы и перспективы. Круглый стол под таким названием прошел на этой неделе в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации. 20 сентября в Гомельском горосполкоме пройдет аукцион. На торги выставят пять земельных участков для заключения договоров аренды. Все они расположены на территории областного центра. А теперь об этом и не только. Подробнее. На строительство жилья с господдержкой в Беларуси банки дополнительно направят 500 миллионов кредитных ресурсов. Об этом сообщил журналистом заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, пишет Белта. Из этой суммы более 35% будет использовано для строительства жилья. В этом году две трети перейдут на следующие. Анатолий Калинин отметил, что указ номер 240 пока не имеет высокой востребованности у населения. Стоит задача проведения разъяснительной работы, чтобы человек понимал, что при обращении в местные органы власти, затем в банк он получит ресурс, предусмотренный указом номер 240. Финансовый инструмент для этого есть, резюмировал вице-премьер. Механизм предоставления государственных субсидий разработан с учетом максимального сохранения принципов действующей системы господдержки жилищного строительства. Сумма господдержки будет рассчитываться, исходя из количества членов семьи, нормируемых размеров жилого помещения и предельного норматива стоимости строительства. Условиями предоставления такой господдержки будут очередность получения и отнесение граждан к категории малообеспеченных. Кстати, уже шесть банков готовы в 2018 году предоставить средства на адресное субсидирование. Готовность кредитовать нуждающихся по указу номер 240 подтвердили Беларусьбанк, Белагропромбанк, БПС, Сбербанк, Приорбанк, Белинвестбанк и Белвеб. Напомню, как нуждающиеся будут получать субсидии. Итак, никуда идти самому не нужно. Граждан пригласят. Кроме того, исполком решит, где они будут строиться и направят заключать соответствующий договор на строительство жилья. После его заключения нужно обратиться в исполком с заявлением и документами о предоставлении адресной субсидии. Здесь с учетом состава семьи, наличия жилой площади, в собственности определят максимальный размер кредита и адресные субсидии и примут решение о субсидировании. С данным решением человек идет в банк для заключения кредитного договора. Естественно, деньги на руки никто выдавать не будет. Копию договора банк направляет в исполком. А за следующего месяца исполком перечисляет в банк, предоставивший кредит, субсидию на уплату гражданинам части процентов по кредиту. Кстати, кредиты с субсидиями будут выдаваться не более чем на 20 лет. Многодетным в том числе. При этом выдача льготных кредитов пока не отменяется. Обе системы господдержки будут работать параллельно. К другим новостям. В Беларуси до конца года дважды проиндексируют тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Первая индексация произошла с 1 сентября, вторая ожидается с 1 декабря. Повышение тарифов объясняет ростом доходов населения. Так, потребители с начала этого месяца должны платить на 8% больше за коммунальные услуги. С 1 декабря планируется, опять же, исходя из роста заработной платы, что рост индексации составит порядка 10%. Соответствующим образом повысятся и тарифы для населения. С учетом двух индексаций, запланированного с 1 января будущего года повышения платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах 5 долларов, белорусы будут оплачивать коммуналку на 100%. Исключение – тепловая энергия. Продолжаем выпуск. Стартап движения, проблемы и перспективы. Круглый стол под таким названием прошел на этой неделе в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации. Напомню, здесь в феврале этого года открылась стартап-школа. На встречу пришли специалисты разных сфер. Их объединило то, что каждый в своем направлении связан со стартап-движением или развитием бизнеса. Это представители комитета экономики областполкома, технопарка, СС Гомель-Ратон, торгово-промышленные палаты, предпринимательских сообществ и бизнес-школ. А также опытные бизнесмены и те, кто только сделал первые шаги к открытию собственного дела. Тема стартап-движения сейчас очень актуальна. Это подтверждает и то, что многие вузы Гомеля включились в эту работу и создают соответствующие бизнес-платформы. За весь период нашего существования мы успели организовать несколько больших мероприятий. В частности, это было два открытых мастер-класса, на которые могли прийти все желающие жители Гомеля и Гомельского региона. Эти мастер-классы были от минских предпринимателей, на которых они делились своим опытом, рассказывали о том, что такое стартап, для чего это нужно, что следует учесть и давали свои определенные рекомендации. А также за этот период у нас еще прошел интенсив по проектированию и запуску бизнеса. Это своеобразный курс, на котором уже была закрытая группа, которая конкретно работала над своими идеями, своими проектами. Соответственно, это были преподаватели курса, плюс приглашенные спикеры из числа предпринимателей, которые делились своим опытом, ну и, соответственно, работали по направлению. Вся методология школы, стартап-школы Гомель, она пропагандирует метод Lean Startup. Это стартап за минимальные деньги, за минимальное вложение, когда у участника, использующего этого методологию, есть возможность уже на самых ранних этапах проверить свою идею на то, насколько она будет жизнеспособна, а не идти, например, и брать кредит в банке. Так наиболее активно сейчас развиваются стартапы, связанные с информационными технологиями. В первую очередь это минимум затрат. Самое главное – высокий интеллект и наличие компьютера. Вместе с тем внимание следует уделять и идеям, воплощение которых будет более затратным, ну а купить себя в будущем. С техническими, с технологическими стартапами, на мой взгляд, надо более плотно работать, потому что они требуют большего внимания. Это и соответствующее оборудование, приборы, и самое главное – люди, ну, менторы, эксперты, которые могли бы подсказать и направить. Вот считаю на сегодняшний день задача технопарка – помочь. Это приоритетное направление для себя. Да, большинство наших резидентов – это как раз таки айтишники, но мы хотим именно сейчас активизировать работу по поиску и по развитию, по поддержке стартапов технологических. Это и школьная сфера, это и всевозможные кружки технического творчества, это и работа с университетами, и этим всем мы занимаемся. Кроме того, создание комфортных условий для реализации уникальных стартапов – это мера против так называемой утечки мозгов. И на сегодняшний день та страна, тот регион, который создаст наиболее лучшие комфортные условия для самореализации вот таких вот головастиков, умниц наших ребят, те, наверное, будут впоследствии и лидерами. То есть это еще, наверное, смысл вот таких проектов, в которых мы участвуем сегодня – это борьба с утечкой мозгов. Бесполезно говорить какие-то красивые слова. Человек всегда останется там, где он может в комфортных условиях в наибольшей степени реализовать себя. Что касается Гумерского технопарка, у нас, наверное, половина наших резидентов это как раз таки является плодами стартапов различных. Да, не все успешные. Кто-то уходит, не реализовав, а кто-то начинает другой. Но самое главное, что на сегодняшний день технопарк заполнен практически полностью, и мы сегодня уже активно работаем уже не со стартапами, а уже с готовыми проектами. Участие в подобных встречах вызывает интерес и у предпринимателей со стажем. Например, здесь они могут оценить перспективность своих новых идей. Мне интересны проблемы молодежи. У меня двое детей молодых, перспективных. Сын и дочка. И мне хочется сделать. Я знаю, они учились. Сын сухого учился. Я здесь в кооперативном училась. Мы все были студентами. И хотелось есть пирожок, хотелось выпить кофе, чтобы это было вкусно и дешево. Потому что студент не может каждый день есть пиццу по 10 рублей и пить кофе по 2,50. Правильно? Латте. Поэтому мне это все интересно. Проблемы молодежи, проблемы студентов. Я хотела бы даже здесь, может быть, в институте открыть какую-нибудь кофейню с низкими ценами, с хорошим обслуживанием. И последняя новость выпуска. 20 сентября в Гомельском горосполкоме пройдет аукцион. На торге выставят 5 земельных участков для заключения договора в аренду. Все они расположены на территории Гомеля. Первый находится в Романовичах и предназначен для строительства и обслуживания универсама. Следующий в 19 микрорайоне. Здесь предполагается строительство и обслуживание банно-оздоровительного комплекса. Участок по улице Кленковской предназначен для строительства и обслуживания таунхаусов в районе улиц Фадеева и Ефремова для размещения объекта общепита с системой по типу МакДрайв. Пятый участок расположен по проспекту Октября. На нем планируется строительство объектов неустановленного назначения. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить по номерам телефонов в Гомеле. 3109-48 – это землеустроительная служба Гомельского горосполкома. Или 4197-86 – это Гомель Геодесцентр. На этом у меня все. Встретимся через неделю.